Нетрезвый мужчина напал на продавщицу алкомаркета после того, как она не дала ему украсть бутылку вина. Все произошло в одной из торговых точек на улице Клары Цеткин. Девушка успела вызвать группу быстрого реагирования, которая успокоила буйного покупателя перцовым баллончиком. Алия Хайрудинова продолжит. Вы как себя чувствуете, мужчина? Это сейчас он спокойно спит на холодном асфальте. 15 минут назад, по уверениям продавца алкомаркета на улице Клары Цеткин, этот мужчина на нее напал, пытаясь украсть бутылку вина. Он просто взял бутылку и когда я открывал дверь, убежал, ну как бы за мной убегал. Он вас не задел, не тронул, не успел. Девушка смогла отобрать у него неоплаченный товар и нажать на тревожную кнопку. На место тут же приехала группа быстрого реагирования. Сотрудники охранного предприятия утихомерили мужчину с одержимым перцового баллончика. Мужчина уснул и в себя пришел только после приезда медиков. Вы где-то? Дыши. Не могу. Дыши, полегче будет. Давай. Поделюсь. Ему померили давление, спросили о самочувствии и поинтересовались, нужна ли ему помощь. Я вас слушаю. Я эпилептик. Эпилептик? Да. Алкоголь сегодня принимали? Да. А вчера? Да. Ну, с эпилептиком, зачем ты алкоголь принимаешь? Давайте руку, пошел в машину. От медицинской помощи он отказался и стал проситься домой. Но домой его не отпустили. Вопросы к нему были у правоохранительных органов. Я ездил в руку, в угле. Посточься на руку. В руку, в угле. В отношении вас в связи поступило? По-пополучу. Что вы полегранили в данном магазине? Рассказываю, когда допустите в данном магазине. Чего? После пары минут сопротивления он все же решился сам сесть в патрульный автомобиль. Я сяну, сяну, сяну. Садишь? Сяну. Мужчину доставили в отдел полиции. Ответственность, которую он понесет, будет зависеть от квалификации его действий.